Чугунный боевой шар хорошо сохранился. Ржавчина покрыла только верхний слой ядра. Тяжёлая в прямом смысле находка находилась рядом с трубами на глубине одного метра от поверхности земли. Копал-копал, смотрю, попался в какое-то ядро. Думал, сначала камень, начали рассматривать. Подошёл, людей спросил, оказалось, что это ядро. До сих пор ещё в шоке, если честно. Слов нету просто. У происхождения ядра пока две основные версии. По одной корабельное ядро осталось в этом месте в недрах окрестностей форта Александрии со времён Кавказской войны и принадлежит русскому десанту, сухопутную оборону которого с моря поддерживали суда российского флота в 1838 году. Вторая версия борталумной ядро была выпущена из турецкого корабля в конце XIX века во время последней русско-турецкой военной кампании, когда с турецких судов шёл точечный обстрел храма Михаила Архангела. При последней реставрации в здании, в стенах храма было найдено ядро от прямого попадания с турецкого корабля, то есть обстрел берега вёлся. Естественно, что корабельные канонеры не все были хорошими специалистами. Возможно, при промахе ядро могло перелететь. Ядра находятся здесь регулярно, потому что бои были очень горячие. И таких ядер на территории Дома пионеров находили, и, естественно, в районе церкви, в районе поликлиники. Точное происхождение снаряда установит историко-археологическая экспертиза. Бригада монтажников коллегиально решила отдать корабельное ядро в музей истории курорта Сочи. По словам специалистов, чугунное орудие имеет в основном историческую ценность, а стоимость его на рынке антиквариата не превышает 2000 рублей.